Вольное поселение родовых поместьй Поселок больших участков по одному гектару Выстроить жизнь и свою, и как-то это взаимодействие с окружающим Первое, что было сделано, было поле чистое, общий дом В посылках моего гектара в качестве общего дома может выступать дом управляющего Даже закупили, видите, пожарную емкость Вот такие широкие дороги, между квартальные, они называются пятнашками Вот выложены щебнем Сделать совместную закупку Это какая-то новая система экономических отношений Они придумали, что мы проложим подземные кабеля Климат можно потихонечку-потихонечку менять с помощью гектара Вторсырье Ковчежцы сажают В моем поселке можно ли так сделать? Это сосна веймутовая, сосна румелийская, пихта одноцветная Какое-то время мы считали, где-то 80 было детей Школа У нас школа семейная, когда мы начинали, еще этого понятия вообще не было Мы все здесь на семейном образовании Творили на земле Сейчас он поступил в МГИМО Взорвал все мои шаблоны И в высшей школе экономика у нас учатся И в физтехе учатся В МГУ у нас поступали ребята Сейчас бытует мнение, что Россия Это ковчег для всех мировых цивилизаций Но оказывается, в ковчеге большом есть ковчег и малый Это поселок больших поместьй Родовых поместьй Поселок больших участков по одному гектару И у этого поселка получается Дороги, электричество, жизнь на воле получаются О том, как это происходит, что у них происходит О том, как живут здесь, в поселке Калужской области Сегодня в Атсахи до Сахи Это вот такой вот ноу-хау Вот такой вот секрет образования поселка Это называется общий дом Это первая постройка, которая была здесь сделана Потом за ней построили пилораму В общем доме первопроходцы останавливались переночевать Покуда обустраивали свои участки До сих пор здесь проводятся общие собрания Также здесь школа с семейным образованием И всяческие общественные активности А-ля Новый год и т.д. и т.п. В посылках моего гектара В качестве общего дома может выступать дом управляющего Мы сейчас находимся с вами в центре ковчега Это вот общая территория И вот первое, что было сделано Было поле чистое Построили вот этот вот общий дом Роскошно, надо сказать, визуально Да-да, вот этот наш общий дом Это внизу камень, верховый брус? Там сделана глина Блоки такие Их сами же формовали Брали глину из болота Вот там рядом с той стороны дороги Формовали, трамбовали И укладывали уже в виде соломы И так далее Дом глина битный Сделан из глины, песка И эта глина прямо здесь была взята? Да, прямо вот из пруда брали Осенью уже стали ставить вот эту пилораму Забивали сваек Кайло, замерзшая земля Столбики бетонные И на них уже поставили вот эту крышу Сюда поставили рельсы И пиловочную вот эту вот систему Которую бревна притаскивали сюда И распиливали их на доски Что до сих пор и делаете, видимо Ну да, гораздо реже, чем это было раньше Но тем не менее продолжается работа Это вот столярка уже следом через год или два Была сделана она Все делалось в складчину Деньги собирали взносы Как правило, новые люди приходили И сначала у Федора Лазутина, первого директора Ну, были какие-то средства И он вкладывал сюда А потом люди, новь приходящие Вступительные взносы платили Ну и компенсировали ему в какой-то степени Вот затраты эти И благодаря его, в общем-то, усилиям И организационным, и профессиональным И финансовым Вот здесь вот это вот начало поднимать Здесь станки тот же Федор привез Ух ты! Ну и здесь модернизации много раз проходили уже Вау! И жители могут пользоваться этими? Да, да, каждый приходит Вот рейсмус, циркулярка, там торцовка Столы рабочие И своим инструментом приходишь еще Помимо этих станков И делаешь обработку Потом, когда работу заканчиваешь Вот там тетрадь висит Записываешь, что ты работал На таком-таком станке Столько-то времени И в конце года Ответственность за столярку Калькулирует все И так как затраты идут на заточку Инструмента Он С каждого там какие-то деньги берутся еще Ну, из-за электричества и так далее Спал вот этот период активный Выживание Ну, строительство Да, да Становление 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 Вот И люди уже меньше стали ходить И люди стали профессионально заниматься Там кто-то лестницы делать Вот эту кухню делать Там мебель какую-то И они уже свои станки закупают Вот эти полки для себя делают Вот здесь красят там Ну, много чего делают Брал Фактически делаются и для всех И для тех, кто профессионально пытается В этом отношении работать Также важное решение На первых этапах была проведена Совместная закупка Своего парка техники Грейдеры, грузовики, экскаваторы Все это очень помогло в развитии Когда приехали сюда И начали делать вот столярки и пилорамы Естественно, нужна техника для того, чтобы дороги делать Какие-то траншеи рыть и так далее Поэтому закупали тракторы Грейдеры Вот стоят И они требовали обслуживания Сначала это делалось все на земле А потом через несколько лет Решили построить автомастерскую Вот опять-таки Организовав субботники Скинувшись деньгами В бюджет следующего года В следующем году начали площадку готовить Бетонировать и возводить И вот в прошлом году утепление закончили только Хотя это уже 17 лет прошло Как только когда подняли просто Потому что там в те годы так быстро трудились Что не холодно было Один раз был случай, что тут 12 часов просто Люди сюда ехали 12 Вот от Алинского То есть это был такой коридор Выше трактора Вот так вот он пробивался к людям сначала А потом за ним вереницей И вот так вот обратно ехали машины То есть до того были серьезные снегопады Тут еще потом в течение каких-то лет Еще были, но уже меньше Автобусы какие-то ходят же? Нет, автобусы не ходят И конечно машины всех наших жителей Которые ломаются периодически Требуют ремонта, да? Да, машина конечно в сельской жизни Машина очень важная штука Кроме того закупили измельчитель Сейчас же растут уже деревья у всех на участках И что-то приходится спилить Что-то высыхает Спилили и измельчитель вызываешь И он тебе И даже закупили, видите, пожарную емкость Для того, чтобы Иногда даже бывали здесь пожары И приходилось пользоваться этими делами И поддерживать надо это в рабочем состоянии Ваша вотчина получается? Ну, можно сказать, что моя Тут есть напарник, который убежал Вы эту компетенцию имели или приобрели, живясь здесь? Ну, да нет, нет, конечно Тут 90% людей, скажем, развивает именно то, что у них до этого хорошо получалось С грейдерами как вы работаете? Основная моя работа была гораздо более квалифицирной, чем эти все грейдеры Вот, поэтому здесь я просто, скажем так, ну, делаю то, что вот мне нравится И то, что приносит пользу окружающим людям Вы, наверное, из тех, кто в детстве там на мотика гонял Конечно Алимоделизмом занимался Там всякие там мопеды Вот Сколько вы лет уже живете в Ковчеге? Здесь я живу фактически с момента основания Ну, в первый год сюда никто не заезжал А со следующего года я уже тут жил Здесь люди задаются не только целью личного своего, скажем так Обеспечения, существования Может быть, не все Но в основной массе люди стараются выстроить жизнь и свою И как-то это взаимодействие с окружающими Там, с соседями, со всеми прочими То есть, это автоматически подразумевается То есть, если, может быть, вы в курсе У нас, например, основное, как бы, правило при формировании вот этих вот правил Вот, как бы сказать Того, что мы вот тут делали Это коллективное правообладание То есть, у нас позиция такая, что На первом месте, естественно, интересы коллектива Машина поломалась у Алексея? Нет Ну, не важно Никогда не поможет Как это устроено, алгоритм? Да, очень просто Очередь у вас, да? Алексей Андреевич совершенно спокойно может сообщить, что там связываемся по всяким там, ватсапам, там, всяким там, телеграммам или личным общением Это все, скажем так У вас график какой-то, ну, я не знаю Ну, да, естественно Есть общественные нужды, они важнее, чем личные Вы знаете, как сказать Интересы каждого человека Из них и составляются общественные интересы Но если, допустим, у нас какие-то общественные работы запланированы, ну, например, там какой-нибудь субботник, которым нужно подготовить определенную технику Ну, естественно, там часто бывает, что либо там напрягаешься так, чтобы это все состыковать, либо там людям говоришь, что, ну, ребята, извините, вот это закончим и начнем вот это Плюс еще у нас ситуация какая, что в этой мастерской у нас могут работать не только те, кто тут постоянно фактически находится Фактически любой, то есть, например, есть у вас машина и хочется вам самим, например, что-то сделать Масло поменять? Масло поменять, там, или там, я не знаю, там какой-нибудь редуктор отрегулировать так, чтобы он вообще там идеально работал Подходите и говорите, вот я хочу, вот, например, вот это, это сделать Прикинули, сколько их займет времени? Ну, и обычно находим возможность, чтобы вы могли это время, скажем, тут заниматься У всех получается чуть дольше ожидаемого, но ничего страшного, скажем так Но в абсолютном большинстве люди стремятся к тому, чтобы им это все сделали те, у кого лучше получается Весь поселок электрифицирован, но линия ЛЭП здесь всего одна По ней электричество не уходит к пользователям, а приходит в поселок А дальше совместным решением они придумали, что мы проложим подземные кабеля до каждого из гектаров Решение блестящее, очень эстетически грамотное, потому что вот эти столбы, все, они вот здесь, они, кстати, определяют центральную улицу Мы по ней догадались, как приехать, когда ездим самостоятельно И все, столбов больше нигде нет Годится ли такое решение для поселков моего гектара, для нашего поселка? Конечно, годится, но для этого нужно сообща принять это решение Потому что если масштабно закопать кабеля под землей, а собственники будут спорадически появляться и осваивать свои гектары То, конечно, велик риск, что кто-то строительной техникой снесет этот кабель и случится, ну, много неприятностей принесет А так, по факту, подземное расположение кабелей, это очень безопасно, не влияет погода на безопасность, ничего не влияет Он под землей лежит себе там, жужжит потихонечку и доставляет электричество Причем мощность, которую можно зашить в подземный кабель, она выше, чем у надземного То есть сплошные плюсы, эстетика, польза, надежность Но ключевая штука, нужно сообща решать В моем поселке можно ли так сделать? Наверное, в каком-то кластере Например, если мы ИЖС-ом решим, вот, ИЖС-ом проводим себе подземное Или Сельхоз-Запад решит Главное, главное, это совместное решение, чтобы все знали, где эти кабеля лежат Была эта схема у всех И все строились и развивались, сообща с этой схемой Вы же обратились внимание, что столбов тут нету? Столбов нет, подземное, вот, заглубка Горизонтальное бурение Насколько я представляю А я как раз с Федором Лазутиным, вот мы вместе ездили, оформляли все хозяйство У нас все эти работы проводил, два старая мехколонна из Калуги У нее тогда директором был, не помню имя, отчество, Милюков Он работал, у нее с 45-го года Вот И Много было у нас интересных разговоров про то, как они после войны тут Калужской области электрифицировали Например, в качестве проводов использовали колючую проволоку, которая была дофигища А проводов не было Ну, к примеру, это любопытно знать Так вот, когда мы к ним, ну, вначале поговорили насчет электрификации Они прикинули, сказали, ну, вот есть типовые всякие там планы Типовые проекты Мы посмотрели, поняли А у нас тогда еще вот этой растительности не было То есть у нас можно найти фотографии, сделанные, ну, там первые годы То есть это было голое поле, на котором растительности вообще не было То есть все эти деревья посажены вручную Вот, практически все, что вы видите Вот И как представили, что там будет такой чистокол этих столбов Ну, стало явно все не по себе Поговорили с ними, значит, там, ну, то есть там директор мехколонны, главный инженер, там, проектировщики Что, значит, там, а как, они говорят, ну, ребята, это же У вас же самих будет больше проблем, там, что-нибудь там копать, что-нибудь повредите Ну, все-таки поговорили, решили посмотреть стандарты Оказалось, что эти подземные кабели, они на очень большие сроки рассчитаны Их обычно повреждают только в тех случаях, когда их действительно, там, экскаватором кто-то ковырнул или еще что-то Дальше посчитали, оказалось, даже дешевле, чем воздушная прокладка И у нас была одна проблема То есть если вы тут увидите, вот стоят столбики И на них стоят такие железные шкафы Да В электрике все элементы должны быть, ну, сертифицированы И оказалось, что такого шкафа просто не было на тот моем списке готовых изделий И тогда вот в два сторонних колонии нарисовали, насколько я помню, этот шкаф Передали, значит, документацию в Подольск на электротехнику Они там сделали этот шкаф, испытали его, сделали на него там, значит, стандарт И потом уже в Подольске нам сделали 21 таких шкафов То есть вы инициировали создание нового проектирования? Да, и вот это все сделали, то есть в несколько очередей мы это провели Причем у нас получается так, что нагрузка, которую наши сети могут выдержать, она гораздо больше, чем воздушная Потому что кабель можно положить достаточно мощный Там в траншею, в этом не висит такое полено там на проводах, ой, на столбах Помните, сколько лет всего ушло на электрификацию поселка? Ну, примерно года, сколько? Года три, наверное, да? Вот Но самое смешное было уже потом, что когда приехали к ним через какое-то время там подписывать уже какие-то последние там, что-то, какие-то бумажки А у них этот наш проект лежит как типовой, уже, значит, электрифицируют коттеджные поселки Ну, предлагают, у нас вот есть отработный вариант То есть мы тоже можем взять, если что? Ну, в принципе, это уже секретов никаких нет, а тогда это было так достаточно неожиданно Геометрия поселка хорошо видна сверху, но вот здесь, снизу, на земле мы узнали местный сленг Вот такие широкие дороги, междуквартальные, они называются пятнашками А дороги между соседними гектарами называются трешками Ну, это по ширине 15 метров и 3 метра, соответственно Трешки, это просто грунтовые дороги, пятнашки, вот, выложены щебнем И, конечно, ковчежцы сажают, сажают бесчисленное множество деревьев, кустарников, цветов внизу Все зоны общего пользования, все личные участки у них засажены Ну, просто так, что уже даже места не хватает на гектарах Поселок, сейчас формулировка деревня у вас У нас совсем недавно соседи соседних деревень окрестили наше поселение Как вольное поселение родовых поместьй, ковчег Красиво Мне очень понравилась приставка вольная Произносят слово икопоселение, а это обкуренные хиппи Все, и то, что после них осталось То есть это совершенно другое, там вообще совершенно другая идеология И когда появилась вот идеология родовых поместьй Ну, можно назвать это идеологией, это можно назвать движением Это, на самом деле, раньше, очень давно люди как раз жили в родовых поместьях Почему гектар, да? Давайте обсудим гектар Вишневый сад Антона Павловича Чехова Там дачи по гектарам Перечитайте Дачи по гектарам там были Дачи у товарища Сталина Это вот 30-е, где-то вот такие вот года 35-е, это тоже по гектару Они, конечно, там давались особо заслуженным Но это именно дачи в этом отношении были по гектару То есть было понимание, что если уже давать землю, то достаточно объемная Вот, и когда появилась вот эта идея, что вот нужен гектар Оно каким-то совершенно чудесным образом вот сколыхнуло народ То есть это какая-то извечная тоска человека по земле своей Которая дает энергию, на которой можно жить Зайдем на часть общей территории Ясная Поляна Там представлены очень интересные растения, редкие растения Которые, как правило, не встречаются в средней полосе Только вот в каких-то ботанических коллекциях И то не все Общая территория тоже разбита по гектарам Так уж сложилось в планировке И для того, чтобы создать какое-то пространство Загородку То нужно обозначить заборы Вот деревья, да? Это гектар Вот то, что мы видим, зеленое высаждение Зеленая высокая сосна Потому что самая распространенная здесь И хорошо растущая, и совершенно бесплатная Это сосна И вот по всем границам наших гектаров Общественных территорий мы посадили сосны Вот эта сосна я очень рекомендую Для озеленения вообще и гектаров Сосна желтая Видите, у них какая хвоя Так она называется сосна желтая? Сосна желтая, да В основном она растет в южных регионах Вот, но видно, да, что приросты хорошие Вот по полметра То есть ей здесь хорошо А почему хорошо? Потому что она хорошо защищена от ветров и морозов Вот это живое изгородье Когда создается вот такое пространство Оно локально меняет климат То есть внутри вот этой живой изгороди Реально лучший климат Вот даже выходишь на пятнашку Вот нашу, ну пятнашку там Вот наши широкие эти проезды Там уже порезче климат Там более ветер дует так Холоднее А когда выйдешь за пределы поселения Там вообще совершенно другое То есть когда говорят об изменении климата Что вот его надо как-то там Антропогенную нагрузку снижать Антропогенная нагрузка, она может быть очень разная Она может быть позитивная И климат можно потихонечку-потихонечку менять Вот с помощью гектара С помощью поселения таких, которые состоят из гектаров Я тут шла, например, допустим Думаю, дай босиком пройдусь Во! Простите за выражение Там колючки росли Там, то есть земля прогревалась Там какая земля? Глина Ты идешь, это как будто этот самый По кафельному полу Под которым там трубы такого горячего отопления Когда приехали и начали обустраиваться Вот сразу видно, что начала природа подстраиваться под нас Мы стоим у совместной закупки нашей Когда в самом начале Это какая-то новая система экономических отношений? Можно сказать и так Когда в самом начале люди поняли, что они вообще разбивают дорогу Тратят очень много времени на то, чтобы просто доехать до города И купить еды элементарно То есть сами пока не освоили много чего Вот возник вопрос о том, чтобы сделать совместную закупку Вот и в какой-то момент нашелся энтузиаст И субботниками сделали вот это вот здание Сделали здание силами жителей Силами, здесь все сделано силами поселенцев Нормальное такое здание И что такое? Вот смотри, мне нужно масло, хлеб, яйца Вам тоже, например Мы это составляем в список? Да, составляется список Дается денег Едут на приличной, скажем так, машине грузоподъемной И сюда привозят Соответственно, люди выкупают это И дальше идут деньги опять на следующую закупку А, изначально люди не вкладывают деньги? Люди просто заказывают, чего бы они хотели? Они сначала вкладывают, но они всегда составляли список, чего бы хотели Вот и потихоньку вот так вот ассортимент уже Тот, кто здесь трудится Он уже знает, как говорится, предпочтение людей И всегда заказывает, в общем-то, определенный набор продуктов А, я понял Если на первых порах нужна была предоплата, то со временем уже, может, поняли люди Да, да, да Изумительная сосна, это сосна веймутовая У нее очень нежные иголочки Нежные иголочки Оттенок зеленого другой, надеюсь, вам передается Здесь вот в бирюзу Там такой вот он Да Другой Тоже очень хороша для озеленения И общественных территорий, и своих гектаров И такой необычный вид, очень декоративный Хорошо очень растет Вот видно, да Этой сосне где-то лет 17 уже Угу Она уже дает шишки Вау У меня жена с Якутией, она вот так иголочки Вы любите тоже? Вкусные Да, да, да Значит А вы, кстати, Ксирина, мне в интервью рассказывали Что по весне отсосена такая пыльца, что можно даже не есть Она сама напитывает Да, да, да И здесь вот воздух, да, вот по весне такой насыщен пыльцой Со временем проект оброс Вау Расторно Многими, скажем так, тоже полезными проектами Понятное дело, что семьи многодетные Люди рожают детей И каждый раз покупать детям Да Как говорится, огромный объем там обуви, вещей и так далее Очень накладно А у людей просто вот действительно остаются вещи И вот, пожалуйста, вот это вещи в дар проект То есть здесь сейчас детские вещи расположены Вы можете, да, прийти Вот даже вплоть до парадных платьев Вот посмотрите Как говорится, не стыдно на бал пойти с девочками Да Вот Куртки Слушайте, а сколько же... Самый ходовой Это вот Сколько малышни-то у вас тут в поселке Примерный подсчет хотя бы ведется Я не знаю Ну, дети-то уже выросли Да Какое-то время мы считали, где-то 80 было детей Одновременно Вот Ну и сейчас приезжают Сейчас уже дети Некоторые уже женились Внуков привозят Внуков привозят Так же, значит, библиотека тоже обмен То есть кому чего надо, пожалуйста, вот берут Да Кому чего не надо, выставляют сюда Прекрасно Вот Соответственно, вещи перебираются То, что ветошь у нас Вот Алексей Андреевич с Александром Они вас сводят в мастерскую Она, в принципе, идет туда То есть на всякие покрасочные работы И так далее Вот Также Есть здесь баня Тоже вот какие-то тряпочки отбираются Чтобы баню мыть И ухаживать за ней Вплоть до вещей вот таких Вот сумки оставляют Какие-то игрушки Здорово Детские кресла на машину Ну и так далее Довольно туго растет Она Но интересна тем, что она орехоплодная Как кедр Да Да, у нее шишки Только немножко помельче Сами орешки Орехоплодная Сосна Румелийская Тоже очень интересное растение Вот у меня, кстати, маленькая сосна Есть и вот такие тоже бывают Это норма для них, да? В этом году Вот желтая хвоя На многих хвойниках Это, скорее всего, замена хвойников Раз в несколько лет Происходит Пихта одноцветная Она довольно высокая Вырастает Метров до двадцати Вот Видите, какая она интересная С восковым налетом Голубая Они действительно редкие, правда? Вот то, что вы говорите Или Ну вот, да Да То есть, в принципе, она Используется для озеленения Ну, в первый раз, наверное, да? Да, у нее ствол такой Совершенно футбол В березовом стиле Такой чуть-чуть Ну, пятнистый в смысле Необычный вообще Без тяжелой коры Пихт несколько видов Как будто смолы мало Как будто Она не смолистая Не смолистая Ароматная очень хвоя Пойдемте, я еще покажу Одну пихту Так Да, ароматная Уникальная Она даже в какой-то Какой-то цветочность Да Да Так, вот эта пихта Бальзамическая Но что-то в этом году А в нее хвоя тоже повыпадала Бывает иногда Вот можете растереть Ее тоже рекомендуете, да? Ух ты! С лимоном как будто Слушайте Значит, эта часть проекта Называется вторсырье А, настолько вторсырье Да, настолько вторсырье Отдельные одноразовые диски Да, да Отдельные диски Отдельные коробки от дисков У нас столько Да, да Настолько Потому что Надо понимать Что, во-первых Это определенные договоренности С фирмами Которые это принимают Потому что Если вы разломаете диск Там окажется Что пленка Этот серебристый Вот этот вот Фольга Вот Такую не принимают В обычных Которые Коробки из-под дисков Также вот такую Не принимают Потому что Тоже фольга То есть Это специализированные Вот это все Вот такие Вот, да Вот эти тоже отдельно Идут Дойпаки Так называемые Я даже не знал Что это Дойпаки Так называемые Я не знаю Никак не называл Да, я вижу эти слова Пластиковые карты Отдельно Потому что Там Микроэлектроника Вставлено Дозатор Распылители Отдельно Пластиковые трубочки Потом Вы знаете Где это все берут Да, конечно Начинали Вот самых ходовых Это крышечки Первый Второй Второй Вот крышечки отдельно Бутылки отдельно Вот этот уровень Дилижа Я знаком с ним Да Дальше идет Этот самый Твердый пластик Мягкий Два Четыре Пузырьчатая пленка Такая тяжелая Значит Это сначала Шло вместе Потом Попросили отдельно То есть Контейнеры И отдельно Пакеты и пленка Пятая Да Вот так вот Вот Здесь Шестерка Какие-то Какие-то курсы Проходите Чтобы понять Что-то вообще Выкидывать Тетрапак А можно вот в эту Зайти в изгородь Да, конечно Там довольно уютно По-моему Это специальная такая зона Она почти на каждом участке Да, она на каждом участке Здесь Живая изгородь Она же Вместо профнастила В общем Вместо заборов И вот смотрите Здесь Копчеги Вот это Два ряда, да? Да Два ряда Здесь мы сажали И смотрите Тут в общем Не надо уже ничего выкашивать Образуется такая Подстилка Хвойная По которой Очень уютно гулять Да Ну просто Нижние ветки Выбираются Вот эти вот И если нужно Вот получается Так в охоту Такая Аллейка Красивая И летом Здесь потрясающе Уютно Свежо, да? Свежий Да Запах Супруга первое время Жаловалась Потому что все открыто Открыто Вместо Все видно Просматривается Ну как бы А потом Когда все выросло И можно там Неделями Никого не видеть Если хочется Сидеть у себя То есть Лучше всякого Пятиметрового Бетонного забора Да-да Детская зона Любому городу На зависть Посмотрите Какая большая Раза в три больше Чем В моем поселке То что нам Мой гектар предоставил А главное Инициативные ребята Из Ковчега Сделали и это Тоже своими руками Что за молодцы Эти ребята Глянь Тут целый какой-то Парк приключений Скалодром Многодетных семей Очень много Но в чате Когда сказали Что приезжают блогеры Совокупное решение Было жителей участка Что жителей поселка Мы не показываем Своих детей Вот Назовите это суеверие Назовите это родительская позиция В любом случае Мы обязаны ее уважать Мне лично было бы Очень интересно Пообщаться с этими детьми Которые живут на воле Посмотреть на них Ну к сожалению У нас школа семейная Когда мы начинали Еще этого понятия Вообще не было Мы его как бы Сами придумали Потом узнали Что она где-то уже существует Еще не было По сути так развито Образование дистанционное И семейное Вот эта вся тема А поскольку мы сюда приехали У нас были маленькие дети Не было дороги Чтобы вывозить детей Плюс у всех было какое-то Так или иначе Неплохое образование Мы решили Что мы хотим объединять Силы свои И начали объединяться Собственно У детей есть Что для меня кажется важным Несмотря на то Что они живут в поселении Вроде бы как они У многих такое складывается ощущение Что оторвано от цивилизации Оторвано от какого-то Общения и взаимодействия При этом у них есть опыт успеха Когда они приезжают И видят себя на уровне В музыке В театре Или просто на экзаменах Тоже на обычных Что они видят Что они соответствуют уровню Мы все здесь на семейном образовании То есть в школу было возить тяжело Крайне тяжело Ну и незачем Потом Стал вопрос Что в школе Вот я уже оказалась Я сама Почему не хотела Я уже оказалась в школе На стыке вот этих перемен Не очень хороших 90-е годы Я увидела Что во-первых Стал мат Сильно распространяться Курение Одеваться Никакого уважения К друг другу не было Ну там много чего Произошло И поэтому я решила Ну и потом Совместно решили Что не будем этого делать Вот Так можно Государство нам разрешает Потому что Можно Да Так можно Причем разные формы Есть заочные Это когда строго по программе Есть Экстернат Когда вы В принципе Подходите к девятому классу И Выбирайте просто предметы Которые ребенок сдаст Ну там математика русские Обязательные И еще сколько-то предметов Вот он может выбрать И семейное образование Тут вообще все Что угодно можно Но Как бы Тут уже привязка Как бы заочная Не заочная То есть вы Каждый год Ездите сдавать Аттестовывать Детей Или нет Или только Вот к девятому И одиннадцатому классу Есть значит У вас художественная школа Таким образом Да Художественная школа У нас вот только Первый год сейчас открылась Да Есть художественная школа Музыкальная школа Официально танцев У нас никогда не было Ну мы не озадачивались этим Но по идее У нас всегда были Какие-то или танцевальные Спортивные тоже занятия Сейчас средняя дочка Она играет в оркестре Она ездила в артек По линии Круга Да Гранта там Некого То есть вместе с оркестром Сыновья я могу сказать Что очень тоже Большое Большое дело Если они живут на природе То есть это И умение Там дрова пронести Умение Самому печку растопить Все дети Поголовно готовят Вот эта закваска Очень нужна Для ребенка Для ребенка Просто вот Никакие там Сириусу Спец Супер Там Какие-то методики Это Сухомлинский Еще сказал Сотни часов Проведенным ребенком В душных классах Не стоит Одного часа Проведенного им На просторных лугах Среди цветущих Лугов Это вот Сухомлинский Великий педагог И все вот наши Великие гении Они же У них детство-то Прошло Или в деревне Там Или они потом Как-то творили На земле То есть вот Биографию Посмотрите Любых вот наших Великих Пятилетний внук Он реально Половину козы У меня выдаивает То есть Просто Представляете Там Сила какая нужна То есть Маленькие ручки Там Я так просто Поражаюсь Причем он Дружит с ними Как-то там Они его слушаются Меня не слушаются Его слушаются И доят Так Самозабвенно Тяжело Это все Знаешь Это И просто Фантастика Какая Я смотрю И вот Когда он Доит Я спрашиваю Дедушка А как так Получается Что Вот Коза Ест Зеленую Траву Она в это Время Ест Траву Отдаешь Траву Зеленую А из нее Белое Молоко Как так Получается У него Такая Мысль Пытается Осознать Как Это А как Кто Это Придумал Так Вот Вот Вам Элитное Образование Поэтому Рекомендую Вот Этот момент Конец Мая Или Лето Когда Детвора Поехали Задавать Что Всем Селом Провожаете Платочкой Машь Как Этот Процесс Переход Знаете Сейчас Очень Многие Школы Готовы Принимать Дистанционно Вот Эти Вот Аттестационные Работы Которые Касаются Перевода Через Класс Которые Не ОГ Проводы Как Вы Говорите Это Однозначно Школа Государственная И Вот Например Мой старший Сын Он Заканчивал Здесь Девятый Класс Сейчас Он Уститут Уже Учится И Он Они Тогда Мы Нашли Такую Школу Которая Была Более Всего Удобна В Питере И Это Было Прям Они Выезжали На Неделю Там Даже Было Старые По По Моему В Питер Они Параллельно Ходили По Музеям Смотрели На Мосты Там Снимали Квартиру И Это Было Такое Знаете Для них Приключение Вот Что Мне Нравится В этом Сем Что Вот По крайней Мере У моего Сына У него Не Было Вообще Никакого Напряжения Ну Я Прямо Сейчас Прорешай Пробник Чтобы Успокоиться Прорешай То есть Он Готовился По Русскому Зак Один Раз В Неделю Мы Выезжали В Обницк К Педагогу По Математике Он Готовился Здесь По Географии Общества Знаний Он Не Готовился Он За пару Недель До Экзамена Посмотрел Книжку Ух Ты Что Сложно Но В принципе Он Сдал Все На Своем Просто Кругозоре Который У него Был И В итоге Он Поступил В Лицей Московский И Там Заканчивал Сначала Он Учился Финансовом Университете Лицей Финансовом Университете Сейчас Он Поступил В МГИМО Разорвав Все Мои Шаблоны Да Он Сейчас В магистратуре МГИМО Потому Что Он Не И И Никаких Связей Никакого Блаты У нас Нет И Вот В моем Понимании Всегда Это Было Что-то Такое Заоблачное А у Него Нет Страха Он Говорит А почему Нет Я Хочу Попробовать Где Ты И Где Мы И Где МГИМО Ну Вот Как Был Мальчик Рос В поселении С 1 По 9 Класс Учился Никуда Не Ходил В школу Ни Одного Дня Нормального Такого Вот Тем Не Менее Все Разные Да Есть Разные Семьи Разные Приоритеты Разные Установки Но Если Семья Настроена Если Ребенок Хочет Поступает И В высшей Школе Экономика У нас Учится И Фестехе Учится В МГУ У нас Поступали Ребята Ну То есть Если Есть Такой Настрой То Да Редактор субтитров Корректор А.Егорова